Санкции, введенные недружескими странами в отношении России, стали хорошим стимулом для усиления внутренней кооперации. Однако, как показывает практика, даже в соседних регионах предприниматели иной раз мало что друг о друге знают. Решению этой проблемы был посвящен визит в Тверь делегации Рязанской торгово-промышленной палаты. Остановились гости в бизнес-центре Тверь, отметив удобство данного места. Тут и отель, где можно расположиться, и комфортабельные места для переговоров. Да и торгово-промышленная палата Верхней Волжи находится здесь же. Именно она и принимала коллег из Рязанской области. Она наш давний партнер, Рязанская торгово-промышленная. Неоднократно до этого приезжали они к нам, а сейчас как бы новый импульс, потому что новые предприятия, совершенно новые приехали. И я вот, если вы обратите внимание, насколько оживленно идет разговор деловой. В зеленом зале бизнес-центра действительно было очень оживленно. После презентации двух регионов началось активное общение руководства тверских и рязанских предприятий. Кстати, в массе своей это были представители реального производства. Как, например, Алексей Пьянченков, который приехал в Верхней Волжи в надежде найти новых партнеров. Его фирма производит нестандартное технологическое оборудование и линии для порошковой окраски. Интересен ваш вагоностроительный завод, соответственно, производители металлоизделий, приборостроения. То есть это те сферы, которые интересны мне как покупателю. Мне, соответственно, интересны контрагенты, которые могут изготавливать для меня какие-то детали, которые использую я в своем производстве. То есть это тоже в основном машиностроение. Понятное дело, что реальных контрактов по итогам нынешней встречи не было заключено. Однако начало положено. Очередные тверские предприниматели познакомились с рязанскими. А значит, сделан еще один вклад в развитие внутрироссийской промышленной кооперации.